МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных новостях дня готова рассказать команда Первого городского. Здравствуйте! Как всегда, мы подобрали самую актуальную информацию. В студии работает Наталья Булдинская. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поговорим о таком. Очистят реки. Саксагань и Ингулец планируют обновить водой из Днепра. Водный баланс в целом по городу для нас очень важный. И сейчас сформируем наше общее мнение. Любой каприз за ваши деньги. Сколько стоит отдохнуть на трубазах за городом? Сетки в будние дни бесплатные, а на выходные платные. Шах и мат. Более 40 юных криворожан поучаствовали в чемпионате по шахматам. Одна неверная комбинация может стоить очень дорого участнику. Об этих и других новостях далее в подробностях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Повышение минималки, пенсионная реформа и увеличение экспорта Кабмина читался за первое полугодие 2017-го. По уверению премьер-министра, главное достижение отчетного периода – повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен, установление средней заработной платы по стране на уровне 7 тысяч, увеличение украинского экспорта на 25%, а также 30-миллиардный профицит бюджета. Благодаря этому показатель ВВП вырос на 2,5%, что, по словам чиновников, свидетельствует об оздоровлении экономики государства. Премьер говорит, переменам поспособствовали введение автоматического электронного реестра НДС и реформация таможенной системы, плюс послабление для малого и среднего бизнеса и поддержка агросектора. Системный ремонт автодорог, программа энергоэффективности, рост добычи газа, проект «Доступное лекарство» и начало пенсионной реформы – все это тоже предмет гордости нынешнего правительства. Во втором полугодии, говорят, прогресс будет еще очевиднее. Пенсионная реформа. Нам нужно принять закон о обучении, завершить працювание концепции в интересах украинского фермерства щодо земельных отношений, охрана здоровья, хваление пакетов законов щодо реформи охороны здоровья – это все на стороне парламенту. Не все зависит от уряда, и поэтому нам потребна поддержка сегодня парламенту для принятия важных решений и утримания и увеличения экономического возрастания. С начала вступительной кампании потерялось 40 тысяч заявлений. Из-за сбоев в работе непротестированного программного обеспечения 20 тысяч абитуриентских электронных кабинетов были не зарегистрированы, заблокированы или вовсе аннулированы, сообщило Министерство образования. Подобная картина была особенно характерна для первых дней кампании. Минобразование и портал «Инфоресурсы», где и размещаются электронные кабинеты, ошибки признают. Их извиняются, оправдываясь новой программой и последствиями кибератак. Говорят, почти все уже исправлено, абитуриенты могут снова подавать заявление. На сегодняшний день идет очень активная реестрация электронных заяв. И практически те, кто зарегистрировали кабинеты, проблем с реестрацией уже точно не имеют. А если где-то и возникают какие-то поодинокие случаи, разномоченные накладки, которые чаще связаны с работой компьютерной техники, то работают соответствующие горячие линии, на них можно обратиться, как с телефоном. В те времена, когда телефоны перевантажены, то принимаются соответствующие электронные листи и на них даются ответы. Еще чиновники заявили, до 10% случаев неудачных регистраций связаны с невнимательностью самих поступающих. Ошибки в подаче информации и несоответствия в документах – ключевые проблемы на первых этапах кампании. Но в министерство уверили, помогут всеми каждому, кто так и не зарегистрирует личный электронный кабинет, сможет подать свои заявления письменно. Сейчас ситуация выровнялась. Причин паниковать нет. Если нужно, то мы сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы за бортом не лишилась нижняя человека. И сейчас я вам скажу, что объективные потребности на сегодняшний день в каком-то продолжении вступной кампании у нас нет. Очистят реки. Саксаганингу лет спланируют обновить воду из Днепра. Это обсуждали городские чиновники и представители промпредприятий Кривого Рога. Проект хотят разработать в этом году, а реализовать его помогут немецкие специалисты. Если реки города разбавят водой из Днепра, то критический уровень минерализации в Саксагане и Ингульце нормализуется. Отмечу, сейчас он превышен в четыре раза из-за сброса шахтных вод. Также промывка русла спасает растения и живность в водоемах. Чиновников к решению этого вопроса подтолкнула экологическая проблема балки Свистунова, в которой содержание минералов зашкаливает. В горосполкоме заявили, цель проекта по нормализации состояния рек Кривого Рога не допустить экологической катастрофы. Сегодня мы на совещании рассмотрели вопрос о действительно водном балансе нашего города. Водный баланс в целом по городу для нас очень важный. И сейчас сформируем наше общее мнение по забору воды с Днепра, для того, чтобы поддержать и Саксагань, и Ингулец, и Карачановское водохранилище, и Южное водохранилище. То есть баланс воды в городе. Депутат, который не смог. В Кривом Роге член Гурсовета пообещал помочь пенсионерке с заменой окон. Но что-то пошло не так. По словам пожилой женщины, ей пришлось самой оплатить часть работ. Однако пары новых окон она так и не увидела. Речь идет о депутате Гурсовета от партии «Укроп» Николая Колесники. Разочарованная Кривожанка обратилась за помощью к другому депутату. Чем все закончилось? Смотрите далее. Это депутат Гурсовета от партии «Укроп» Николай Колесник. Общаясь с журналистами, он называет себя человеком слова. Обещать – это немножко другое, чем работать и выполнять эти обещания. Я буду брать абсолютно реальные обещания, в чем я буду уверен. А это Надежда Яковлевна и ее супруг. Они живут на минимальную пенсию. Денег на ремонт у семьи нет. С заменой старых окон пожилой чете пообещал помочь Николай Колесник. Но довести до конца дело не смог или не захотел. Лена поехала, побалакала, он выделил нам. Я еще доплачивала, там 600 рублей до того векна, до великого векна. И нам поставили. Он пообещал одно, у меня, конечно, мая, звонить до других, звонить, что они скажут. Но на своей странице в социальной сети депутат похвастался. Помог семье пенсионеров, поменял окно. До этого щели были такие, что заливало соседей снизу. Выполнять чужое обещание взялся другой депутат горсовета Юрий Цюпа. Представитель солидарности заменил пенсионерам два окна. Звернулась пенсионерка, мешканка будинка по улице Ватутня, 78, пани Надія. Она поведомила, что два ее векна находятся в очень жахливом стане. Выехавши на место, мы всему пересвечились. Было принято решение, что до замены этих векон. На короткий термин, новые, качественные металлопластиковые векна, пани Надії, были встановлены. Новые окна пенсионеры получили в течение 10 дней. Теперь в квартире станет теплее и уютнее, а самое главное – сухо, даже во время сильных ливней. Спасибо великое, Юрий Цюпи. Великое спасибо, что нас открыли на нашу просьбу, чтобы пенсионерам дали возможность. В солидарности объяснили, выполнять обещания других депутатов постоянно не намерены. Но обманутым пенсионерам постарались помочь. И призвали коллег по горсовету не давать пустых обещаний своим избирателям. Олег Ермолинский, Вячеслав Бескаравайный, Первый городской. В Кривом Роге есть где отдохнуть. Наши корреспонденты решили проверить условия и цены на турбазах. Проинспектировали популярные места за городом, где отдыхают криворожане. На территории есть домики, кухня, оборудован пляж и спортивные площадки, а также работает спасатель. Но какие условия предлагают турбазы и сколько придется заплатить за отдых, расскажет Карина Гутяр. Едем в Кудашевку, 30 километров от Кривого Рога. Будем проверять условия бас-отдыха и цены в этом году. Турбаза Рубин. Персонал показывает нам номера. Двухместный стандарт стоит 300 гривен. В комнате постель, телевизор, кровать, шкаф и тумбочка. Туалет на улице. На территории можно пользоваться мангалом, шезлонгом, катамараном за 20 гривен в час. А в будни бесплатно беседкой. Беседки в будние дни бесплатные, а на выходные платные. На выходные сколько беседок? У нас есть беседка на 150 гривен. Шезлонги входят в стоимость, но они грязные и поломаны. Песок чистый, а вот вода мутная, на дне камни. Есть общая кухня, где отдыхающие сами себе готовят. Шкафчики там поломаны, поверхности грязные и летают мухи. Григорий охранник и спасатель и даже делает кальян. Рассказывает, что отдыхающих больше приезжает на выходных. На выходных заезжают больше, там полная труббаза. На буднях меньше людей отдыхают. То есть чисто на выходных заезжают много. Домика 4, есть баня у нас, есть корпус. Там люксы на первом этаже 7 номеров. Турбаза «Бригантина». Стандартный номер на двоих 240 гривен. Там есть стол, холодильник и две кровати. Постельное белье отдельно, за 25 гривен комплект. Туалет на улице, рядом и душ. Там есть горячая вода. А вот в водоеме водоросли, у берега пена, но песок чистый. Из развлечений катамаран за 50 гривен в час. На территории можно пользоваться шезлонгом, мангалом и беседкой. Тут все отдельно покупали. Вот это, что мне не понравилось, вроде как заплатили за отдых, но платить приходится за все. То есть хочешь спать без постели и без ничего отдыхать, тогда да. Но здесь очень хорошо. Сотрудники баз отдыха рассказывают, отдыхающим в этом году значительно больше, чем в прошлом. Чтобы комфортно провести время на турбазе, нужно как минимум 200 гривен на одного человека. И это без продуктов и проезда. Карина Гутяр, Олег Никитин, Первый, Городской. Опасный маникюр пришли за красивыми ногтями, а ушли с грибком или даже гепатитом. В Кривом Роге множество маникюрных салонов. Скромные, бюджетные или дорогие, гламурные. Цена за маникюр еще не гарантия качественного обслуживания. У мастера должен быть не только сертификат, подтверждающий его умения, но и специальное дезинфицирующее средство для инструментов. Какие? Расскажет Зоя Мельничук. Грибок, гепатит и даже сифилис. Все это можно подцепить в маникюрном салоне, если плохо обработаны инструменты. Пилочки и ножницы уже давно никто не протирает спиртом. Это неэффективно. На смену этого пришли термоаппараты и ультрафиолетовые лампы. Грибок поражает ногтевую пластину, изменяя ее рельефность. Заразиться можно без порезов. Достаточно просто пилочки. Болевания, передающиеся при нарушении целостности кожных покровов и слизистых, я добавлю, относятся такие заболевания, в первую очередь, как вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекции, ну и другие заболевания. Заражение может происходить при маникюре, при татуировке, при педикюре. Поэтому лучше всего иметь индивидуальные инструменты лично для себя. Едем проверять 95-й квартал, маникюрный салон. Санитарную книжку мастер не показывает. Гостям не рада и рецептами дезинфекции делится неохотно. Обрабатываю этот инструмент и я знаю, как. И я знаю, какие инфекции могут передавать. А мы не знаем. Я не знаю. Я не обязана вам сейчас это рассказывать. Опытные мастера говорят, можно пройти специальные курсы и получить сертификат. А также должны быть несколько наборов инструментов, а также индивидуальные одноразовые пилочки. Все инструменты, которые могут повредить кожаные покровы клиента, после каждого клиента подлежат дезинфекции. Это этап замачивания в дезрастворах. Все дезрастворы, которые покупает мастер, должны быть сертифицированы в Украине с надлежащими документами. У каждого мастера есть санитарная книжка, которую мы проходим медосмотр каждые полгода. У каждого мастера должны быть дезинфектор и сухожар, в которых стерилизуются приборы. И тогда ваши ногти будут в безопасности. Зоя Мельничук, Вячеслав Бескаравайный, Первой городской. Накрыли наркоточку. Оперуполномоченная уголовного розыска, исследователь Криворожского отдела полиции, задержали мужчину с наркотическим веществом на сумму около 5,5 тысяч гривен. Правоохранителям позвонили местные жители и сообщили о скоплении наркоманов недалеко от проспекта Южный. Полицейские задержали одного из мужчин, подходящего под описание. Во время осмотра личных вещей у него нашли три шприца с жидкостью коричневого цвета. По словам злоумышленника, он купил так называемую ширку через интернет и забрал из закладки. 31-летний мужчина признался, он уже более 10 лет употребляет наркотики и взял ацетилированный опий для себя. Наркотики изъяли и направили на экспертизу. Сейчас полицейские устанавливают причастность мужчины к сбыту запрещенных веществ. Пьяный за рулем. Утром 20 июля в районе смычки из-за нарушения правил дорожного движения патрульные остановили микроавтобус «Мерседес». По словам полицейских, за рулем был мужчина с признаками опьянения. Между патрульными и пассажиром буса возникла словесная перепалка. Мужчина не реагировал на замечания правоохранителей и вел себя неадекватно. За нарушение общественного порядка на злоумышленника составили протокол за мелкое хулиганство. Автомобилист отрицал, что пил, но проходить медицинский осмотр с помощью алкотестера отказался. На мужчину составили админпротокол за вождение с признаками опьянения. Теперь ему грозит штраф в 10 тысяч гривен и лишение водительского удостоверения на один год. От старины к современности. Украшения из бисера и камня, герданы и вышивки в разных стилях, а также ручная этнобижутерия. В Терновском филиале историко-кровеческого музея народный мастер Татьяна Марченко представила как свои работы из бисера, так и подделки родственников, бабушек и прабабушек. Некоторым экспонатам уже почти 100 лет. Выполнены они в традиционном украинском этническом стиле. За свои работы Татьяна неоднократно награждалась грамотами горсовета, а также именной стипендии президента. С 2013 года она является обладателем почетного звания народный мастер Украины. Это работы, которые у нас сохранялись в семье и передавались с поколения в поколение. Некоторые работы, которые очень старые, это работы про бабушки, это вышивки. Есть вышивки моей бабушки. Бабушка же меня приучала к рукоделию, и мне это всегда нравилось. Вышивка, шитье, мягкая игрушка – это то, что я всегда делала с детства. Потом я увлеклась больше бисероплетением. И бисероплетение стало уже моей основной работой, направлением, то, что мне больше всего нравится. Шах и мат. В Кривом Роге прошел чемпионат по шахматам. В нем свой ум и сообразительность показали более 40 юных криворожан. Соревнования посвятили Дню шахмат, который мир отмечает уже более 60 лет подряд. За битву умов наблюдали и наши корреспонденты. Поставить мат и одержать победу на этом черно-белом поле – одна неверная комбинация может стоить очень дорого участнику. Поэтому у каждого своя тактика и стратегия. В зале царит тишина. Десятки людей переставляют деревянные фигуры по шахматной доске. Все максимально сосредоточены. Мы сегодня проведем турнир детский за счетом разных категорий, разных возрастов. Потому что детей у нас очень много. И по-разному все выступают, играют. У каждого свой уровень понимания и развития шахматов. Более 40 шахматистов участвуют в городском турнире. Самому младшему игроку – 5 лет. Состав команд довольно сильный. Есть ребята, которые представляют криворок на все украинских соревнованиях. Я занимаюсь шахматами уже третий год. Я трехкратная чемпионка области. У меня первый разряд по шахматам. Дети соревнуются в трех кругах игры. В зависимости от возраста и категория юных гроссмейстеров. Перед началом чемпионата волнуются не только участники, но и их родители. Здесь моя дочка Лавренчук София. Ей 10 лет. Она уже играет шахматы на протяжении двух лет. Мы узнали, что здесь проходит такой турнир и решили принять счастье. Лидерство в личном зачете определили по количеству очков, которые участник набрал во время игры. По итогам состязаний победителям вручили призы, грамоты и медали. На этом все. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь. До встречи в эфире. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе самого главного. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова